В хоккей играют настоящие мужчины, независимо от того, профессиональны они спортсмены или нет. Кубок вызова открылся в Одинцове в десятый раз. На Одинцовский лед вышли шесть команд, среди которых и прославленные хоккеисты, и те, кто в повседневной жизни от спорта далек. Мы принимающая сторона, на нашей арене происходит такой красивый турнир. Потом многих хоккеистов я знаю лично, и в этот раз участвуют не только хоккеисты из КХЛ, НХЛ, но и деятели искусства, культуры, наши звезды шоу-бизнеса. Поэтому это в любом случае такая популяризация игры в хоккей. На Одинцовском льду встретились разные команды, и завсегдатые кубка, и новички. Например, для команды «Тигры» это спортивный дебют, а спорт тема многократный победитель соревнований. Но зачастую это никак не влияет на настроение капризной фортуны. Мы подготовились и занимаемся этим давно. Даже если брать ледовую арену, буквально пять заливок было с определенной подготовкой для турниров такого уровня, такого масштаба. Поэтому с точки зрения технических возможностей и подготовки турнира мы все выполнили. Дальше дело действительно в руках хоккеистов, в их клюшках, коньках, шайбах и стратегии тактики. В финале Кубка Вызова, который состоялся 22 февраля, не в первый раз за историю соревнований встретились спортсима и газпромоэкспорт. И на этот раз удача снова улыбнулась спортсиме. Со счетом 3-0 она стала победительницей 10-го кубка. 10 лет прилетели как один, и вы видите, какой уровень хоккея здесь показали команду. Хоть все сыграет за хоккеем. Мы показали, ну, мы говорим, медленный, но дурующий хоккей, которого на сегодняшний день нам не хватает. Большое вам спасибо за это. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...